Дал силу и власть над всеми бесами, и вручевать болезни, и послал их проповедовать Царствие Божие. Они пошли и проходили поселением, благовествуя, исцеляя повсюду. Послал проповедовать, и они шли и благовествовали. Апостолы. Слово апостол означает посланник, еще переводится свидетель. Но в Ветхом Завете не встречается ни разу это слово. Почему? Грамотежки не хватает у меня. Пошел бы в академию, в языки эти опустился, посланник, там осталось слово не переведенное посланник. В новом Завете переведено словом апостола. То ли это специальные переводчики так выделили. Вот такие вопросы не могу ответить. Они на спасение не влияют, но мне хотелось бы знать. Слово посланный означает апостол. Это слово встречается в Ветхом Завете, но слово апостол не встречается. Понятный смысл. Думаю, что столь велика была миссия апостола, и так сильно она отличалась от прежних посланников, что переводчики решили выделить это, не переводя апостолус. Это не наше слово, греческое. И они его оставили, как лама-лома-савахвани, или авва-очи. Это не наше слово. А его оставили. А почему? Сирское слово вдруг вплетается в греческий, переходит к нам без перевода. У пророка Исаия, 18 глава, 2 стих, говорится о неких посланниках, послах. То есть это слово не было в неизвестном Ветхом Завете. В 3 книге, царь, 14, 6, повествуется о пророке Ахии. Его книга была, но она потеряна. Как к ней послал царь свою жену, иди узнай, сын у нас выздоровеет или нет. Врачи ничего не могли сказать, непонятная какая-то болезнь. Диагностический центр ничего не мог помочь. Он говорит, ты переоденься, возьми дары и пойди. Он ослеп, совершенно слепой. Она еще только из дома начинает идти, а ему Господь говорит, переодетая жена царя к тебе идет. Ты ей скажи вот эти слова. Вот что значит пророк Божий, он волю знает. И только шорох ее раздался платье, он говорит, жена Ирова Амова, а для чего тебе было скрываться, переодеваться? Я грозный посланник к тебе, не ты ко мне. Ты не думаешь, что я сижу дома, ничего не вижу, не знаю. Я посланник для вас. Я возвещаю истину Господню. Это означает свидетель чуда Господня. Господь говорит так и так. Я от тебя незнатного избрал, мужу передашь. Сделал царем Израиля, а ты нечестивец, пошел куда, служить чужим богам. Сын не выздоровеет, но он не умрет, пока домой не придешь. И начнет сказать, ты иди домой, а смерть на полшага впереди тебя. Можешь стоять на улице, она не умрет. Это сын не умрет. Но как ты через порог шагнул, а сын умрет. Вот какая болезнь странная. Прими, мать, себе вот это. Каково оно было бы? Я грозный посланник, и Господь говорит каждому из нас. Какой выкуп даст человек за душу, если проиграет все. Там ничего не поможет. Я вот сколько раз смотрел, видел там золото. Зайду. Золотолуд говорит, намного бесполезнее железо. Вот дай золотую лопату, она в один день не затрется. А железная, да закаленная, какая она твердая. Ну сделай коньки золотые. Ну вот вы их и затрет человек. Это все выдуманное, что оно золото. Да никакой красоты-то в нем нет. А вы за ним гоняетесь, за желтым. Говорит, сами уже пожелтели от этого. В первом послании к Коринфянам, 15-26 стих, повествуется о неких 500 людей, которыми явился Господь. Это были особые люди, свидетели, видевшие Христа воскресшего. Было не 12 только апостолов. Лука 10, глава 1 стих, говорит об особом круге 70. Один кружок у них был 12, дальше 70, а там уже 500. Это все посланники. Примите к себе, что вы тоже посланники. Вы исполняете посольскую миссию. Возвещать. Мы свидетели, как Господь преображает души, как Он любит. Мы же свидетели. Какие мы были, как Бог нас призвал. Благодатную силу проповеди. Он дал им власть идти и проповедовать. Я нашел, что все, что исцеление, изгнание бесов, все это в проповеди заключается. Когда человек уверен, ты от грехов отстал. А так, ну выгони бесов даже. Люди приходят, отчитывают. Ну выгнали бесов. Выгнали. Ой, я здорово, слава Богу. Закурил, пошел. Ну и что? Бесов опять и залез через папиросов. Что толку? То, что если человека вылечили, все, аспироса печени нет. Ну, слава Богу, надо обмыть это дело. Ну и опять то же самое. Главное, это чтобы ты обратился к Богу. Тогда это вот все остальные, эти болезни, бесы-то все отойдут. Все дело в проповеди. Все дело в принятии Христа. Человек уверовал, он сразу отступился. У тебя через кого пришел? К Богу. Он пьячушка был. Матершинник невыносимый. И в один день обратился к Богу, и все осталось. Товарищи все его спрашивали. Михаил Александрович, ну как ты мог избавиться? Где ты лечился? Он говорит, я нашел Христа. Я примирился с Богом. Брось заливать. Ты скажи, где врач этот, нарколог какой, что-то надо. Вшить что-то надо. Ничего не надо. Стань на колени, подними к Богу взор твой и скажи, Иисус, ты умер за меня. Я верую в это. Прости меня грешного. Я так долго бродил по земле и не искал тебя. А ты умер за меня. Ты зовешь меня. Исправь меня из цели. Я не хочу таким быть. Я хочу послужить тебе остаток жизни своей. И ты войдешь в число избранных. В этот особый круг благословенных на проповедь. Мы знаем и Слово Божие, как преобразилась жизнь Матфея, Савла. Был налоговый сборщик, инспектор. Сидел на одном месте. А теперь смотрите, для них нет ни пространства, ни времени. В иные государства сразу разлетелись. Совершенная другая жизнь пошла. И какая активность в них появилась. Кто знал Марии Магдалину? Ну, активность какая-то, ночная может быть. А ведь здесь дошла до концов империи. Человек, посланный Богом, он должен не просто стоять, а бежать. Павел говорит, бегите, чтобы получить. Если у тебя никакой активности нет, неделя прошла, ты нигде не свидетельствовал. И что была неделя, ты ничего не можешь сказать, но целую неделю не сделал. Ты сам подумай, в счастлели избранных ты. Неужели Дух Божий за всю неделю ни разу не обличил, что поздно встаешь, время зря тратишь? Поверьте, если вы бы исследовали свое время, я знаю точно, у вас много сверхязыческого шатания по комнате. С угла в угол ходить, с одного этажа на другой, бродите, ходите. С чего вы уходите зря? Ты каждый шаг свой вымеряй, ни одного шага не делай. Прошла где-то обязательно с молитвой, пропой какой-то куплет, что-то прочитала. Все время надо следить за собой. Самый драгоценный у человека это не деньги. Деньги потеряешь, можно найти, время ушедшее не возвращается. И мы уже на неделю ближе стали встречи с Господом. Ну, люди говорят, к могиле, к смерти. Мы как должны, на сколько градусов подняться за эту неделю? Верующие, познавшие Иисуса Христа, они не индивидуалисты. Они на одном месте уже не сидят. Подумайте, как апостолы вместе ждут Духа Святого. И далее обязательно с кем-то идут на проповедь. Поэтому я еще раз нахожу, что Господь не избирал индивидуалистов. Это монашество не Божье учреждение, чтобы каждому забиться где-то в свою норку, келейку, в пустыньку, в пещерку и там сидеть под землей. Нет, я ни в одном месте Библии этого не нахожу. Господь желает, чтобы мы таланты умножали. А как ты талант умолшешь, если ты один сидишь? Никто тебе не позвонил, никуда не пошел, ни с кем не встретился. Евангелист Иоанн 20, глава 21 стих, говорит о поручении Господнем. И оно было ими принято, правильно понято. Идите по всему миру. Ни один не воспротивился, сказал Господи, а мы хотим созерцательный образ жизни вести, самоуглубление, каяться. По 40 раз Господи помилуй, Господи помилуй, говорит. Да достаточно, что ты сказал один раз, и Он тебя услышал. Я ничего не могу сделать. Как доходит богослужение, да и что считает на скоростях. Но когда же это кончится-то, насмешка-то такая. Бог вечный, Бог слышит. Я согласен 40 раз, но 40-то грехов хотя бы вспомни. Да растяни их хоть минут на 5-то эти. Так как так не считают? Правильно не считают? Но не будьте трафаретными, трафаретными мозгами. Ты перешагивайте через это. В Деяниях Апостолов 1.21. Когда избирали вместо отпадшего Иуды, то поставили правило какое. Избрать такого, который с самого начала был с нами. Как важно вовремя прийти. С самого начала он слышал проповеди Христа. Он ничего не упустил. Он непосредственно от него научился. Поэтому нужно все время жалеть. А почему я раньше не пришел? Я в 23 года пришел. Я постоянно жалею. И все больше и больше. Самые лучшие мои годы, где они прошли? Я искал. Я не делал. Я не в разврате был. Нигде этого не было у меня. Я не воровал. Но это было без Христа. Для Бога разности нет. Был я такой грешник или нет. Я все равно был не спасенный. Я все равно не был невестой Христовой. Посланничество, апостольство у них всегда стояло на первом месте. Павел пишет Галатам 1 глава 19 стих. И везде он говорил, раб Иисуса Христа, посланы. Об этом говорится в 1 послании Коринфе 12, 28. Во-первых, Избравил говорит апостолами. Во-вторых, пророками. А это же говорит Кефицианам 4 глава 11 стих. Во-первых, апостолами, пастырями, учителями. Апостольство, посланищество, это на первом месте. Ты скажешь, а у меня миссия водиться с внуками. Хорошая миссия, воспитывай. Но на первом месте посланищество. Ты думаешь, ну скажи, для чего сегодня ты жил? И на первом месте скажи, я свидетель Иеговы. Я свидетель моего Иисуса Христа. Я посланный им. Настоящие свидетели Иеговы, это не еретики, которые по городу ходят. А это наши православные, которые воистину приняли Христа в сердце своем. Исполняя эту великую миссию проповеди. В Деяниях 4 глава 17 стих говорится о том, как апостолы проповедовали, и церковь увеличилась, разрасталась только за счет проповеди. Идите по всему миру. А если бы апостолы не проповедовали, церковь дальше Иерусалима не распространилась, не говоришь про Барнаул. Никогда бы она здесь не была. Второе послание Коринфянам 11, 23, 28. Они свидетельствовали. И это свидетельство зависело не от образования их, какие они были грамотные. Все зависело от Духа Святого. Никаких семинарий не кончали. Никаких академий они не знали. Они знали один орган, язык и ноги. Как прекрасны ноги благовествующих. Как прекрасен язык благовествующий о Господе. Достишь своих слушателей и вложить им в уши, а остальное Господь будет делать. И слово их достигло и нас. Они не только говорили, но и писали. Слово апостол в Новом Завете повторяется 82 раза. Вот если бы 82 раза православные батюшки натолкнувшись на это слово и сказали посланный. Опять посланный. И второй раз считают, и опять Господь избрал посланников. Посланников, а не столбы стоять в алтаре. Посланников. Но не на съезды ездите, языки. Посланников. И каждый раз, когда шел до апостола, посланный. И сразу бы сказал, а как это у нас? А почему никуда мы не посланы? Почему епархия на одном месте стоит? Почему у нас епископ не посылает на проповедь по городу? Почему у нас апостоличности мирян нету? Что интересно, в Новом Завете слово апостол встречается 82 раза. А во всей Библии слово посланный тоже 82 раза. Понимаете, такая цифра-то не круглая. Ну как точно один к одному? Без неканонических книг. Не знаю. Но я их просто называю эти цифры, вы их не найдете так. Это уже мне прибор помогает найти. Книга Тавит, 3 глава, 16 стих. Говорится, что посланники были и ангелы. И был послан ангел Рафаил, чтобы исцелить двоих. Это посланный пример для нас. Он исполнил волю Божию. Матфея 23, 37. Иерусалим побивал посланных к ним. А как мы реагируем, когда к нам кто-то послан? С кем-то разговариваете? Я попросил бы вас быть внимательными, когда где-то разговариваете даже с еретиками. Попытайтесь найти важное зерно, которое у них есть. Если точно по Библии, можно открыть, назначить встречу, свести с нашими братьями. Они так, позвонили, батюшка, к нам такие пришли. Гоните их в шею оттуда. Я слышал, как настоятель храма говорит. Гоните их в шею. Ну, гоните, прогнали, а вы остались такие же невежды. Еще раз говорю. Вы бы ничего этого не слышали, если бы я был об аптисто-пендесятниках. Я у них обратился. А если бы я пренебрег и сказал, ой, они рукой не кресятся. Ну и что они кресятся? А я среди них крестился. А они мне Библию дали. Я свидетельствую, что там много и очень много хорошего. Им нужно только, чтобы было священцев, чтобы они вошли в церковь. Со мной не согласенны многие священники. Ну, а как же иконы? Про иконы в Библии не сказано. Про свящи? Не сказано про свящи. Просто святильники были. Сказано рукоположение. Сказано, что церковь основана Христом. Вот чего им не хватает. Нужно им доказать это. Евангелист Кука 4, 26 свидетельствует о том, почему Илья тоже был апостолом. Был послан в Сарепту Сидонскую. Слово посланный означает апостол. Сами себе просто переводите все время это слово. Где бы вы не услышали слово крещение, означает погружение, перевод на русский язык. Посланный означает апостол. Значит, апостол был и в Ветском Завете Илья. Деяние в 13, 26. К вам послано слово. Слово послано через людей. Само слово является посланником. Разве про это никто до меня не считал? Почему слово Божие запечатали его там? Почему оно не было послано? Я нигде не считал ни у каких знаменитых проповедников, кроме Иоанна Златоуста. Почему? Он не давил прихожан своих. Он говорит, если я говорю вам, и вы пойдете, не понесете слово Божие, я ничего один не успею. А вы проникнете в каждый дом. А вы что сюда пришли в храм разговаривать? Я не вижу людей, я вижу стадо лошадей. И разговорами своими вы кучи навоза принесли для Комского суда. Это Златоуст такой был. И поэтому на него было много жалоб. Он говорит, не проповедует, а только ругается и ругается. Он непрерывно ругается. А его равенства не было. Царился, не царился, он всех хватал. А там и привыкли. Иоанн, Златоуст, и что-то золото. Никакого золота там не было. Там дым стоял коромыслом. Его боялись. Но каждое слово его ловили. И специальные люди приходили послушать, что он сказал про царицу. И бегом бежали. Не зок все. А про тебя он опять говорил сегодня. А она в бешенство приходила. Да я. Если он не прекратит, вы мне его не сповергните. Епифанию тоже святому говорит. Да я знаю, что сделаю. Да я ижищество открою опять. Все храмы ижищества откроют. Он ужаснулся ужасно, какая ведьма в юбке. Причащается, ходит в храм и пугает чем? Что она возвратит ижищество, а христианство запретит. Он тоже был как бы против златоуса. А то он скорее до домой ехать. Вот как. Надо быть посланником на доброе. И ты только встаешь, утром перекрестись и скажи, я посланник к двери. Иду, Господи, твой посланник приближается к двери. А может соседка выйдет. Поприветствую. А сегодня праздник. Завтра будет видение Божьей Матери. А ты знаешь, что это означает? Вот так наша душа должна войти в храм Божий. Вот так наша душа должна соединиться со Христом. Ну найди слова ты, начинай разрабатывать мозги. Какое бы дело ни взяли, все, как-то оно неумно идет. В первом послании Петра. 1 глава 12 стих. Дух святым нужно действовать посланным с небес. Значит, Дух святой тоже послание. Идея 28, 28. Слово послано к язычникам. Мы уже говорили об этом. Как будто у слова какие-то ноги и крылья есть. А Господь говорит, Он творит милостыни нашими руками. Господь ходит нашими ногами. Свидетельствует нашим языком. Все Бог делает нами. И потому, где больной ты посетил, меня посетил. В тюрьме был, меня посетил. Он соединяется с каждым, кто верует в Него. Это трудно помнить. Но все время надо на это себя настраивать. Да, я бы сделал и так. А со мной и Господь. А угодно ли это Господу? 1 Коринфянам 4, 9. Нам последним посланниками Бог судил быть. И дальше говорит, кем мы должны быть. Уже называет себя не апостолом, а посланником. 2 Коринфянам 5, 20. И мы от имени Христова, и как бы сам Бог умоляет через нас, посылая нас, примиритесь с Богом. Вот что нужно людям говорить. Как бы сам Бог говорит, примиритесь. Сегодня время. Завтра времени не будет. Ветхождение в церковь ничего не даст, если вы не будете знать Христа. Люди думают через прикосновения, взяли проспорку, съели, свечку поставили. Ну Богу угодили. Я же для Бога дал. Попробуй, Бог мне теперь не дай. Дай, как же так. А ты для Бога, ты мои все звери в лесу, говорит, миллиарды звезд мои. Что ты своей свечкой коптишь-то здесь? Ты душой возгорите. Дороже всей вселенной он оценил мою душу. Чтобы сотворить, говорит, слово только было сказано. А чтобы спасти, Сын Божий должен был оплатиться умереть. Все время вот это сравнение делай. Второе постание Коринфянам. Восьмая глава, двадцать седьмой стих. Чтобы всем нужно было показать, что мы являемся Его свидетелями и несем Слово Божие. И откровение пять-шесть. Увидел он какие-то семь светильников и поясняет, это суть семь духов Божиих, послан на землю. Какие это семь духов? Это семь талантов? Семь дарований Духа Божия, но являются тоже апостолами, посланными, чтобы нас побуждать. И все время надо определять, а какой у меня талант? Вот сядьте как-нибудь и напишите, а я в жизни что умею? И как этот талант послужил для Славы Божией? А где я исполнила миссии Его? Если все наши шаги измерить, в магазин ходили, в больницу ходили, в поликлиники в очередь отстояли. Но если главной задачей не было свидетельствовать о Господе, а в больницу очень удобно свидетельствовать, то мы не выполнили свою миссию. Итак, будучи посланы, они проходили свидетельствуя, проповедуя и благовествуя. Напоминаю, что проковать может быть и о войне, а благовестие только о Христе. Благая весть, даром даровано нам спасение. И вот один из праздников, как вторая церковь послужила в видении Божьей Матери, завтра отмечается, он совершенно не был в церкви этот праздник. Но мы давайте из него выжмем самое полезное для нас. Она была посвящена Богу, и родители исполнили обещание. Бывает в беде болеем, неизлечимая болезнь, о Господи, если выздоровею, продыхну, проглощу, сыну, уж я такой буду. Так вот и надо таким быть, что мы обещали. Они выполнили обещание, они эту девочку перевели в храм. Все остальное может принадлежить только к житию. И Сане ничего об этом не написано. Но она была верна, Господь, это несомненно. И она поняла миссию Божию, и в дальнейшем она пристанет в Еверию, в Грузию, в гора Афон. Там стопы Божьей Матери остались. Она свидетельствовала о Сыне Своем Иисусе Христе и проповедовала. Аминь. Аминь.